Товарищи, у нас очередное занятие по капитану Карамаркса. На предыдущих занятиях мы выяснили, как образуется собственная эксплуатация, чем характеризуется степень эксплуатации и величина эксплуатации, это разные вещи. Выяснили, что такая норма прибавочной стоимости и как она образуется за счет того, что капиталист добавляет время, в течение которого рабочий работает на него. Какая борьба идет вокруг этого добавленного времени, прибавочного времени. Ну а сегодня мы поговорим о том, как же все-таки у нас скрадывается масса сама прибавочной стоимости. Но перед этим, наверное, все-таки давайте вспомним о том, что такое норма прибавочной стоимости. Здесь у нас формулы, мы пока не будем забегать, но скажем только, что вот m делить на v, это вот и есть та самая норма прибавочной стоимости. Давайте, давайте расскажите, что это за норма, куда она берется. Формула капитала равняется постоянный капитал, помноженный на переменный, плюс переменный, который затрачен на рабочую силу. И прибавить m. Прибавочную стоимость. Прибавочную стоимость. Откуда это бедется? m это создается рабочим. Когда? Или дельта v, да, ее можно обозначить? Может, тут надо даже от Адама. Вот капитал, это что по определению? Это самовозрастающая стоимость. О, она должна сама возрастать. Для того, чтобы она самовозросла, во-первых, чтобы что-то самовозросло, во-первых, должно быть оно само. И капиталист сначала авансирует. Да, в средства производства. Да. В средства производства. В средства производства. Это постоянный капитал. И? Сырье. И на покупку рабочей силы. Ну, рабочая сила. Уже это переменный будет капитал. А в чем переменный-то? В чем такое название? Постоянный переменный? Ну, постоянный, потому что... Постоянный, потому что он к возрастанию стоимости не участвует. То есть стоимость постоянного капитала, она полностью переносится на продукт. А переменный капитал, он возрастает. То есть, раз это самая возрастающая стоимость, что у нас было, это k равняется c плюс v, да? Вспоминаем. Авансировали мы. c плюс v. А что получили? c плюс v плюс дельта v, может. Можно так сказать? Дельта v. То есть, вот именно переменный капитал v у нас вырос на величину дельта v. Или эту дельта v мы еще обозначаем как m. А чего это он был взят, да и вырос на эту величину? То есть, это же о чем говорит? Что вот стоимость сырья, оборудования, затрат на поддержание в состоянии помещений, в которых идет производственный процесс, что здесь сейчас не очень наблюдается, мы тут в холоде сидим, да? А это все переносится, стоимость вот этих затрат, она переносится на вновь созданный продукт без всяких изменений. Она просто закрадывается в стоимость, ну и так сказать, пока мы еще не знаем, что такое цена, поэтому рано не будем. Она переносится в стоимость без всяких изменений. А вот то, что авансировано на рабочих, то получило приращение. Откуда взялось это приращение? Приращение создает рабочий сам своим трудом, получается, перемещением стоимости средств со средств производства на вновь созданный продукт. Давайте вспомним, что в товарном производстве труд носит двойственный характер. Конкретный труд и абстрактный труд. То есть вот рабочий в процессе производства. То есть функция капиталиста – авансировать капитал и соединить на какой-то площадке заводской средства производства рабочую силу. Под его командой рабочий трудится. Своим конкретным трудом рабочий переносит стоимость средств производства на готовый продукт, который в личине своей, как вы совершенно правильно сказали, не меняет. Абстрактным трудом рабочий создает в процессе, скажем, рабочего дня… Новую стоимость. Новую стоимость, которая состоит из двух частей. Первая – это он создает эквивалент стоимости рабочей силы. И, как вы правильно сказали, дельта В или М – прибавочную стоимость, которая безвозмездно присваивается… Капиталистам уже. Капиталистам. То есть вот новая стоимость. То есть получается, что рабочий день делится, условно говоря, на две части. Время, когда рабочий работает на себя, и время, прибавочное время, когда он работает чисто на капиталиста. И вот именно в это прибавочное время и создается прибавочная стоимость. Мы ведь признаем, что в течение всего рабочего дня рабочий выдает за единицу времени одинаковое число продукта. Поэтому можно сказать, так же, как делится рабочий день по необходимому и прибавочному времени, так же делится в таком же пропорции и добавленная стоимость к авансированному капиталу. Да? Можно мы так сказать? Конечно, можем. И вот отношение того, что присваивает безвозмездный капиталист, того, что создает рабочий сын трудом, но присваивает капиталист к тому, что, опять-таки, создается рабочим, но остается ему, и составляет норму прибавочной стоимости, которая имеет второе название, которая выражает степень эксплуатации рабочей силы. Ну, понятно. Вот М и В создал рабочий, и М присвоил другой человек капиталист, и вы осталось рабочим. Вот. Тем больше М, так сказать, тем больше будет степень эксплуатации. Но вот есть еще, кроме степени эксплуатации, есть еще и величина эксплуатации. И Маркс приводит примеры, что вот на одной фабрике работают 10 часов, и 5 часов на себя, и 5 часов на капиталиста. А на другой фабрике, где более низкая производительность труда, 12 часов, 6 часов на себя, и 6 часов на капиталиста. Степень эксплуатации на них. Одинаковая? Да. А величина эксплуатации? Ну, естественно, пропорционально рабочему дню. Детельность рабочего дню. Совсем так. Величина эксплуатации характеризует абсолютное время, которое рабочий работает на капиталиста. В первом случае это 5 часов, в другом 6 часов. То есть, при той же степени эксплуатации, абсолютная величина эксплуатации, как мы видим, выросла. Или вернее упала на той фабрике, где выше производительность труда. Но вот сейчас мы что интересно видим? Маркс во всех своих примерах берет там, как правило, 10 и 5 часов, а то он в одном только примере где-то взял. Правило, он берет 12 часов, и 6 часов 100% нормы прибавочной стоимости, 6 часов рабочий работает на себя, 6 часов на капиталиста. Сейчас, вот согласно данным, вот на лекциях они озвучивались, 8 часов у нас рабочий день, 40 минут рабочий работает на себя, и 7 часов 20 минут на капиталиста. То есть, красально выросла степень эксплуатации, и даже абсолютная величина эксплуатации, и то выросла с Маркс целых времен, с 6 часов до 7 часов 20 минут получается. Такой вот интересный факт, граждане. Дальше. Поехали дальше. Ну так что, ну а тут-то вот у нас, что, со степенью эксплуатации мы разобрались, вспомнили, с нормой прибавочной стоимости, да, вспомнили. Это вот соотношение M делить на V, это у нас кто? Это у нас и есть, да, наша норма прибавочной стоимости. Если мы ее умножим на весь авансированный капитал, то мы получим массу прибавочной стоимости. Чуть пониже то же самое, как говорится, вид сбоку. Это вот степень эксплуатации, ее можно во времени выразить, это затраты на одного рабочего, это умножить на число рабочих. Ну и Маркс делает оговорку, что это принято при условии, что это все сведено к некоему среднему рабочему. А если это самое, а если это рабочие, так как рабочие все разные могут быть, то, соответственно, тогда здесь будет сумма от единицы до N, и здесь будет K и T умножить на A на A и T. А и T штрих на A и T. Скалярное произведение. А? Скалярное произведение двух векторов. Чего? Векторов оплаты труда рабочего и векторов его эксплуатации. Ну, понятно. Их эксплуатации. Это правильно. Вот. Это формула. Одной из этих формул вытекает ряд законов. Ну, вот первый закон их фактически. Ну, фактически первый закон – это да, это вот эти формулы и есть. А второй закон? Как звучит? Второй закон, что больше, чем 24 часа в день, невозможно рабочую силу использовать. Ну, это Маркс. Это же вывод. Это Маркс. Слезли. Это такое же допущение, как то, что рабочая сира, по себе стоимость рабочей сиры выплачивается рабочему. Что далеко не всегда так. И тогда было. И Маркс это оговаривает в одном месте. Дорогие товарищи, я вот рекомендую сейчас не смотреть туда, а смотреть на это дело и рассуждать. Ведь Маркс как рассматривает? Ведь он вывел первый закон. Ну, то есть вот есть такие явления беспорядочные, хаотичные, кажущие. Для него закон. Тут масса прибавочной стоимости равняется нормам прибавочной стоимости умножить на весь переменный капитал или на общее количество, вот по второму виду, занятых. А дальше он рассматривает, он берет какую-то одну составляющую часть этой формы как неизменную, константу. И рассматривает, как будут меняться остальные. Предположим, что норма прибавочной стоимости постоянная. Как будет меняться масса? Что-то надо делать капиталисту, чтобы увеличить массу. Его цель тоже увеличить массу. Да, вы тоже нормы эксплуатации. Ну, посмотрите, что нужно здесь. Если это арифметика даже. Да? Да. Ну, чтобы увеличить... Больше числа рабочих сил. Совершенно верно. То есть нужно увеличивать... Вот эта вот у нас константа, значит, это надо увеличивать. И что же самое, вот эта у нас константа, значит, надо n увеличивать. Ну, а как в самом начале, если вы посмотрите преамбулу этой статьи, стоимость рабочей силы... Одного? Он предполагает неизменной. Да, он предполагает, что это... Что сейчас вывели мы совместно? Второй закон производства массы привычной стоимости. Можно по малой понизить. Да. А если будет понизить, то тогда будет меньше m. А, нет, нет, смотрите. Норма привычной стоимости у нас константа пока. Да. А можно ее понизить. А тогда, если больше капитала вложите, получите то же самое. То есть, можно поменьше рабочих эксплуатировать, но больше их набрать, и масса у вас прибавочной стоимости будет та же самая. Но это уже последующее. Напоминаю, в самом начале исследования этой главы он предполагает, v маленький, неизменный. Вот тут, Виктор, я вот тут одной вещи не понял, товарища Маркса. Он далее пишет, что капиталисту невыгодно нанимать новых рабочих, а выгодно увеличивать степень эксплуатации имеющихся. Написано. Тут надо весь обзор прочитать, если подлечь. А, сейчас прочитаем. А, нет, это даже нет. Второй закон, так, Маркс, Милпой, второй закон и есть. Это до осязательности ясный второй закон важен для объяснения многих явлений, возникающих с тенденцией капитала, о котором мы будем говорить позже. Тенденции, возможно, больше сокращать число занимаемых им рабочих, или свою переменную составную часть, превращающую рабочую силу, что стоит в противоречии с другой его тенденцией производить, возможно, большую массу прибавочной стоимости. Это совсем другое. Маркс видит две противоположные тенденции, а вы назвали одну. Есть две противоположные тенденции, и в этих противоречиях капиталисты вот и в реальной жизни делают. А тут так же… Сейчас, сейчас, сейчас… Правильно, сформулированы две противоположные тенденции, которые проявляются или проявляются в голове капиталиста. В этих противоречиях вот он и движется, и развивается. Чем больше он занимает рабочих, тем больше он должен и средства производства, значит, их объемы растить. Но они не влияют, они не влияют на изменение этих показателей. Но если… Да, но если нет дополнительных станков, то куда он поставит рабочих? Это понятно. Другую смену, две смены. Ну, все равно больше, чем… Две там, ну, максимум три смены организуют. Иван Михайлович, вы сейчас… Это верно, это верно, это верно, но вот где-то вот… Прямо вот… Меньше это самое… Вот это как-то… Почему выгоднее платить… И это видно, что и сейчас это практикуется. Платят сверхурочные, готовы платить сверхурочные, лишь бы не набирать новых… Вот это вот… То ли это в связи с нестабильностью ситуации, но вот это какой-то все-таки закон. Вот мы сейчас выявили второй закон. Возможно… Почему выгоднее платить сверхурочные, чем нанимать новых работников? Нет, не выгоднее. Это выгоднее 7-минутное. А какая это 7-минутная даже выгода? Как вот увеличить? Вот мы сейчас… Давайте разделим на две части. Маркс, еще раз возвращаемся, он рассматривает абстракцию и делает допущения, о которых пишет. Вот самое первое, что еще даже раньше он рассматривает первую вещь, что вот этот «в» зарплаты, их зарплаты еще нету, стоимость рабочей силы, полную, здесь неважно она полная, неполная и так далее. И второе, она неизменная. А потом уже возникают какие-то… А, то есть здесь он сверхурочных не рассматривает. Конечно, это мы бежим. Неизменно, ну понятно. Нет, ну еще два момента может он учитывать. Что если нового рабочего наймешь, то все-таки какое-то время на обучение будет, и в это время замучения он меньше… То есть тут всякие замутнения… Призывается труда. Ну и потом, конечно, по обоям трудовых коллективов больших. Более глобально, что чем больше нанято рабочего населения, потенциально рабочего населения, тем меньше резервная армия труда. В заработе сумменьшается. Да, а значит, если рабочие на его фабрике, на соседних там заводах соорганизуются, они, значит, могут заставить капитал дороже себя оценивать. Ну или если какой-то простой возникнет, то… А если большая резервная армия труда, то ему легче будет пытаться справиться, противостоять требованиям рабочих. Если вдруг работы меньше станет, то можно просто убрать сверхурочные, а если у тебя не работают на сверхурочных, то придется увольнять, видимо, или платить за простой. А так убрал сверхурочные, да и все. Ну вот такой момент, то есть, чем больше рабочих участвуют в процессе производства, тем еще больше получается масса прибавочных стояностей. Ну и авансировать приходится больше, В растет. Да. Тогда и надо изначально больше денег вкрадывать. То есть, если… Значит, ну вот отсюда какой можно сделать вывод практически? Что вот если, скажем, сократить рабочий день с нынешних 8 до 6 часов, то это вполне можно компенсировать увеличением числа рабочих. И при той же самой… То есть, степень эксплуатации у нас упадет, M9 на V, и вот здесь эта степень эксплуатации у нас упадет. Но если рену мы увеличим, то мы в парне сохраним вот эту вот стоимость. Поэтому ничего апокалиптического в том, чтобы повысить, сократить рабочий день – нет. Но уменьшится тогда армия безработных. Ну вот, ага. Сколько у нас там, 6% вообще? И не только, и не только это, еще и рабочие получат время для своего развития, которое они будут употреблять в том числе. Несомненно, найдутся среди них такие, все кричат, любят некоторые покричать, что вот пить будут в свободное время и так далее. Несомненно, непременно найдутся такие, которые употребят это время с пользой для себя. Для снижения трудового кодекса и профсоюзной борьбы. И не только профсоюзной. Так что поэтому это чисто то, что сокращение рабочего дня имеет место быть, борьба за сокращение рабочего дня, это приведет сокращение рабочего дня никак не к коллапсу капиталистов и даже не к уменьшению их прибыли. Потому что на счет более широкого вовлечения у нас огромное количество людей, десятки миллионов, так называемых самозанятых, которые там бог знает чем занимаются. И если сократить рабочий день до 6 часов при нынешних зарплатах, скажем, сразу же повысится привлекательность рабочих мест, промышленности, ну нормальных рабочих мест и несомненно найдутся люди, которые бросят свою эту самозанятость и какое-то количество такое будет, оно пойдет и оно повысит вот это вот Н. И соответственно никаких негативных изменений в экономике не произойдет. А уж не говорю про другие вещи. В частности, что производительность труда при этом значительно вырастет, потому что когда человек свежий, отдохнувший, у него, как говорится, все летает. Я уж не говорю про пролетариев умственного труда, которые могут носом клевать за компьютером, а могут достаточно интенсивно работать. А это вот все. Поэтому здесь ничего страшного в сокращении рабочего времени нет. Ну вот английские капиталисты в 18-19 веке этого недопонимали. Они не все прекрасно понимали, они все правильно делали. Нет. Ну как, правильно вот с точки зрения как бы своих тактических задач решений. А в итоге они создали себе конкуренты в лицо Соединенных Штатов Америки. Потому что масса избыточного населения, ну избыточного можно в коробочке поставить, из Британии, из Ирландии, ну и потом из континента, прежде всего из Германии, Голландии, выехала в североамериканские Соединенные Штаты, или вернее их образовывала, начиная там с 17 века. И потом в ходе войны за независимость, или она называется, Американской революцией первая, получила освобождение от Метрополии. Пару раз с ней воевала. Ну это да, это вот да, действительно. И потом вот Марс в конце... Была на грани войны с Британией во время уже гражданской войны, когда Линкольн против 11-й руководительский штат военного. Это понятно, Степан Степанович, это понятно все, но вот к нашей теме, здесь вот в конце первого тома, забегая вперед, сказал, что там Марс упомнит, что какой-то английский промышленник набрал, взял с собой капитал 50 тысяч фунтов стерлингов, 3 тысячи рабочих, посадил их на корабли и повез в Америку. И они там все от него разбежались. За такую зарплату никто работать не хотел. И еще вот такой интересный нюанс. Один товарищ, он прочнист по специальности, англичанин, он интересуется историей, и он вот интересное сравнение такое делает. Вот у Англии было много денег, у викторианской, и она... А рабочая сила была очень дешевая, поэтому в Англии делали очень основательные, прочные железнодорожные мосты и прочие сооружения. А в Америке, которая была бедная, там наоборот, рабочая сила была очень дорогая. И там над ущельем над каким-нибудь ставили деревянные опоры там 30, 40, 50 метров высотой. И по ним, значит, ехал поезд, они там все скрипели, раскачивались, иногда загорались там от выхропа из трубы. А потом эти временные сооружения, на них прямо загоняли вагонетки с землей и сбрасывали землю, и таким образом сделали насыпи на них со временем. Но просто вот сам факт интересный, что богатая Англия, где дешевая рабочая сила и рабочие в нищете, и бедная по тем временам, можно сказать, развивающаяся Америка, где тем не менее стоимость рабочей силы была высока, потому что там кругом всякие угодья, там никто особо не стремился идти работать, отсутствовал рынок, отсутствовал резерв рабочей силы, то есть самый, вот это такое вот интересное наблюдение. Ну это мы отвлеклись. Ну вот надо второй закон закончить. Да, давайте. Второй закон. Да, там одна фраза. Нет, вот из этой формулы что видно? Что, вот масса прибавочной стоимости находится в зависимости от двух факторов. Поэтому, скажем, уменьшение одного фактора для того, чтобы сохранить ту же массу прибавочной стоимости, она чем компенсируется? Увеличением другого фактора. Ну например, если норма прибавочной стоимости снижается, то чтобы компенсировать падение массы прибавочной стоимости, что нужно делать? Повысить переменные капиталы. Совершенно верно. Или наоборот, если уменьшается переменный капитал, то чтобы сохранить массу прибавочной стоимости, что нужно делать? Повышать норму прибавочной стоимости. Ну а поскольку рассматривается у нас пока раздел, как называется, абсолютная прибавочная стоимость, то есть то же самое, что значит увеличивать продолжительность рабочего дня. Вот это вот, насколько я понимаю, второй закон. Но тут вот, если приняется константу, уровень производительности труда, то есть отношения. А если не принимать, то тут, а если это принять, тут получается, как это говорят в технике завар характеристики. Иван, это мы столько, вот это будет вариант, вот такое дерево получится. Нет, здесь не дерево. Минуточку просто. Вот если у нас снижается число рабочих, скажем, в сиру каких-то причин, число населения уменьшилось, появились трудности из всех парсий резерв рабочей силы. У нас это N падает, а повысить степень эксплуатации капиталист здесь не может. Ну или может, но не за счет величины эксплуатации, потому что будет некому работать. И тогда он повышает вот это отношение за счет производительности труда. Получается, что у него другого выхода. Марс в данном случае, вот смотрите, еще раз, Марс идет последовательно. Какой отдел рассматривается? Абсолютная прибавочная стоимость. То есть увеличение рабочего дня. Остальные факторы пока временно. Не рассматривается. И затем, когда мы рассмотрим норму массы прибавочной стоимости, как называется следующий отдел, четвертый? Производство относительной прибавочной стоимости. Но только тогда Марс рассматривает эти факторы. То есть надо делать сознательно, чтобы не запутать все это в общей массе. Я думаю, нам надо закончить с третьим законом тогда и сделать выводы. Так, ну а третий закон. Какая-то запределена масса производимой прибавочной стоимости двумя факторами. Нормой прибавочной стоимости и величиной авансированного переменного капитала. То есть вот это тоже мне вот здесь не очень понятно. Вот это как бы, Марс, первый закон, второй закон, третий закон. На самом деле здесь все вертится вокруг анализа вот этих формул. И так сказать, какое, по сути дела, здесь закон один, выраженный в этих формулах. И на него как бы глядят с разных сторон. Получается так, а вот это вот условие, первый закон, второй закон, третий закон, оно в каком-то смысле немножечко условное. Закон что такое? Спокойное явление. Да, ну это вот один закон, который рассматривается, это одно явление, которое… Это система законов, значит, тогда своеобразная мини-система. Один вытекает из другого. Ну давайте вот, смотрите, вот первый закон. А из этого вытекает первый закон. Масса производимой прибавочной стоимости равна величине авансированного переменного капитала, помноженной на норму прибавочной стоимости. То есть, это фактически описание этой формулы. Это вот первый закон. Значит, второй закон. Абсолютная граница среднего рабочего дня, которая по природе всегда меньше 24 часов, образует абсолютную границу для компенсации уменьшения переменного капитала увеличением нормы прибавочной стоимости. Или уменьшение числа эксплуатируемых рабочих, повышение степени эксплуатации рабочей силы. Это до осязательности ясный второй закон и далее по тексту. То есть, второй закон – это то, что нельзя наращивать… Нет, не так, что, скажем, уменьшение или падение одного фактора компенсируется повышением другого. Необходимо. Нет, но это фактически и есть первый закон. То есть, вот эта же формула написана. Вот написана. Можно ли так говорить, что из анализа формулы второй закон не отсекает? Это другое явление несколько экономическое. За ним стоит свой закон, который опирается на первый. А что это за явление тогда второе? Вот если эти величины переменные, для сохранения массы при убавочной стоимости падение одного фактора, скажем. Это понятно. Это зависит… Компенсируется увеличением другого и наоборот. А чем это отличается от первого закона? То есть, это у нас первый закон, мы как бы вывели, мы анализируем формулу. А в чем здесь закон-то новый? Почему это можно говорить про второй закон? Так, вот Марс сказал второй закон. Это несколько, так сказать, связанное с первым, другое экономическое явление. Как бы в динамике уже рассматривает это дело. Нет, ну и можно сказать, что А' плюс А не больше 24 часов. Вот мне тоже кажется. Вот еще раз, вот Марс пишет, как вот дословно, абсолютная граница среднего рабочего дня, который по природе всегда меньше 24 часов. образует абсолютную границу для компенсации и уменьшения переменного капитала, увеличением нормы прибавочной стоимости и уменьшения числа эксплуатируемых рабочих, повышением степени эксплуатации рабочей сиры. Ну, это получается, да, получается, что это анализ формы, это ясный второй закон. Ну, второй закон, он в конце параграфа. Обзац, 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 выведен. Если масса применяемых рабочих сил, ну, давайте, читайте. Давайте, читайте, читайте. Если масса применяемых рабочих сил или величина переменного капитала возрастает, но не пропорционально уменьшению нормы прибавочной стоимости, то масса производимой прибавочной стоимости понижается. То есть, если число рабочих возрастает, но степень эксплуатации падает быстрее, ну, это не закон, это как бы следствие уже из него. Да, правильно, следствие. Это следствие. То, что Марк, то второе, обедение капитализма. Марк, как и первый следочник, позволил назвать это вторым законом. Да, ну, первый был. Да, ну, раз, следствие. Его разве, я вам, да. Ой. С учетом границы. Не будем возражать товарищу Марксу. Третий закон вытекает из определения массы, производимой прибавочной стоимости двумя факторами. Нормой прибавочной стоимости и величиной авансированного переменного капитала. Ну, опять то же самое, вид с другого боку. Да, совершенно верно. Ну, как я понял, что, ну, возьмем двух капиталистов. Который, знаете, получит… Казазов, ну, немного затрагивает органическое состояние капитала, вот, и… Ну, это… Вывод делает, что оно здесь ни при чем. Да. Не влияет на этот проект. А главное, чтобы быть капиталистом, необходимо, вот, переменный капитал иметь в таком объеме, чтобы производимое, вот, M большое было достаточное для существования, безбедного существования капиталиста. То есть, он должен, во-первых, расширять производство, и, во-вторых, значит, содержать себя, ну, не хуже, чем вот содержит себя на V маленькой, на зарплату его рабочей. То есть, ну, хуже рабочего не должен жить. Потому что, как минимум, вот, он должен восемь этих… Как бы, V большое должно, как минимум, на восемь зарплат потратить. Ну, это вот… Это уже, конечно, выводы из этой главы получаются. Да, это выводы. Но это выводы очень существенные, потому что сейчас говорят, что вот такая вот норма прибавочной стоимости большая, но сейчас как выросла стоимость средств производства по сравнению с марксовыми временами, сколько капитали сейчас тратят на средства производства. А это, как выяснилось, и не влияет. Хотя, конечно, за кадром оно здесь должно присутствовать, что вот когда-то он должен был выражиться в средства производства. Когда-то. Вот, прежде чем авансировать вот этот V, он когда-то должен был проавансировать еще и C. Ну, а потом машина заработала, этот C благодаря рабочим переносит свою стоимость на вновь создаваемые изделия, и если нет проблем с рынком сбыта, то тогда все это… Давай закончим с третьим. Вот он там формулирует Маркс, что при данной величине нормы прибавочной стоимости и данной величине стоимости рабочей силы, массы прибавочной стоимости находится в прямо пропорциональной зависимости от величины применяемого, не, при величине применяемого переменного капитала. Ну, то есть, если M у нас дана, я сама вот эта величина, это тоже неизменно. Чем больше V, тем больше M. Это вроде первый закон. Или первый закон только формула написать. Вы правильно сказали. Марс, как любите говорить, обсасывает с разных сторон. Ну, это там вспоминает, что в средние века были ограничения на… Ну да, получается. Ну, как бы мастера цеха, да. Из цехового мастера капиталисты. Да, чтобы он не вырос в капиталисты. Да, 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 это было. Запрещалось ему нанимать много рабочих. Больше каких-то там, да, это было. Это чем-то напоминает, как у нас наш социализм раздрогался окончательно уже в капитализм в конце 80-х. Там тоже что-то такое было, что запрещалось нанимать большее число. Ну, это, да, кооперативы. Ну, а в 50-х годах артели же были, которые в легкой промышленности, пищевой работали. Вот. Ну, это не государственные компании, можно сказать. Ну, их число… Композы глубоко, кооперативы. Нет, ну, в городе, да. Кооперативы, да. Ну, кооперативы. Там они сами уже вели свою бухгалтерию, работники, сами делили более-менее на равных свой доход. Но количество персонала по закону должно было быть не больше 10 человек. Нанятого персонала. Которые не артельщики, не артельщики. Начальник. Ну, все они… Нет, нет, были артельщики, их число было неограниченное. Разве? Да, то есть, это вот фабрика Кимра. Если ты артельщик, то есть, ты член этого кооператива. А наняты со стороны, чтобы не было так, потому что в 90-м году, скажем, бывало так, что три кооператора, вот кооператив, там три кооператора, а у них 150 человек, там швей каких-нибудь сидят по найму. Это в чистом виде капиталистическое уже предприятие было. А там были… Конечно, надо иногда кого-то там нанять, там электрика там пригласить, чтобы он что-то сделал, еще чего-то. Ну, вот это выдерживалось, да. Ну, это вот Хрущев уничтожил артели, якобы мотивирует это путем коммунизма, а на самом деле это был путь к антикоммунизму. А можно вот еще уточнить третий закон? Не совсем понятно. Ну, просто Маркс объясняет, что если у тебя вот это постоянно, то за счет увеличения этого можно поднять массу. Или если масса постоянно, уменьшая одно, повышаешь другое. То есть, это с точки зрения такой математической, арифметической, тут вещи достаточно тривиальные, достаточно прозрачные. Но тут еще… Это просто, так сказать, это на самом деле, это вот обманчивая такая арифметическая простота. А на самом деле здесь немножко так, это чтобы это все охватить, как это работает именно вот применительно к экономике. Это не очень просто. Вот масса производимого им в движении труда при данных предположениях зависит от массы рабочей силы или числа рабочих, которые он эксплуатирует. Все схоже это определяется величиной авансированного переменного капитана. Следовательно, при данной новой прибавочной стоимости и данной стоимости рабочей силы, массы производимой прибавочной стоимости прямо пропорциональны величинам авансированных переменных капитанов. Но мы уже знаем, что капиталист действует капитально на две части. И одну часть затрачивают на средства производства. Это постоянная часть. И на базисе одного и того же способа производства В различных отраслях имеется различное деление капитала на постоянную переменную составные части. И как бы он не распадался на эти составные части, это нисколько не затрагивает только что установленного закона. Вот это надо, так сказать, запомнить. Что какие бы ни были дорогие либо дешевые средства производства, основной капитал, все равно они здесь никоим образом не участвуют. Тут они выведены за скобки этого закона. И, собственно, этот закон, закон приращивания массы прибавочной стоимости, они не влияют. Они могут влиять косвенно, увеличивая степень эксплуатации вот этого вот в рамках физиологических возможностей человеческого организма. То есть, если там при сропатии невозможно без конца вот это увеличивать за счет увеличения рабочего дня, то здесь в том же рабочем дне можно понизить за счет других средств производства необходимое рабочее время и увеличивая степень эксплуатации. И так вот здесь получается, что вот тут. В общем-то, мы здесь, по-моему, почти… А, да, вот здесь дальше Макс достаточно подробно объясняет вот это, что на первый взгляд кажется, что вражения в средства производства, они влияют. И тут вот этот закон явно противоречит всему опыту, основанному на внешней видимости явлений. Каждый знает, что владеет срочно-бумажной фабрики, которая в процентном отношении ко всему применяемому капиталу применяет относительно много постоянного и маропеременного капитала, не получает от этого меньше прибыли или прибавочной стоимости, чем хозяин пекарни, который приводит в движение относительно много переменного и маропеременного капитала. Для разрешения этого кажущегося противоречия требуется еще много промежуточных звеньев, как в элементарной аргебре требуется много промежуточных звеньев для того, чтобы понять, что 0 на 0 может представлять действительную величину. Вот это вот, ну и здесь он вульгарную политэкономию шпыняет. То есть вот это вот здесь надо понять, что на массу прибавочной стоимости влияют именно вот эти вещи напрямую. Так, ну что, товарищи, можно сказать, что мы все сказали? Ну можно и дополнительно. А что еще? Ну что, это как конкретный труд, если рассматривать производство прибавочной стоимости, то с точки зрения рабочего он какие-то нужные вещи производит, используя необходимое орудие труда в течение определенного времени, на которое он договорился с капиталистом работать. С точки зрения вот капиталиста и его средств производства, вот рабочий является придатком вот этой машинерии, который построил капиталист. И если, значит, почему-то не удается как можно дольше привлекать рабочую силу, ну будь то один рабочий с сверхурочными к какому-то времени, или там две-три смены, включая ночную, вот, то для капиталиста это как бы убыток, получается, относительно, то есть простаивает его оборудование. Особенно это касается непрерывных производств, там, где-то литейных предположенных, вот, каких-нибудь бумагоделательных, там, ну и так далее. Ну, вот Эмар здесь приводит пример, что вот в мозгу капиталиста труд, продукты труда, производимые на машинах, настолько неотрывно срываются с машинами, что вот один капиталист пишет. Рассмотрим бедствия, которые проистекут от сокращения рабочего дня, рабочего времени с 12 до 10 часов. Они сводятся к самому серьезному вреду для перспектив в собственности фабриканта. Если раньше рабочий день был 12 часов, будет ограничен 10 часами, то каждые 12 машин или веретен, его заведения сокращаются до 10. То есть, он вот этого, они не понимают того, что если они будут простаивать, так то они будут, их стоимость переносится на вновь создаваемые вещи, они не будут задействованы, не будут изнашиваться и так далее. То есть, ну, он вот прямо пишет, что тогда 12 машин или веретен, его заведения сокращаются до 10. Если бы он захотел продать свою фабрику, то они оценились бы только как 10. И что каждая фабрика по всей стране утратила бы одну шестую часть своей стоимости. То есть, это вот такое вульгарное понимание, основанное на внешней видимости, которое вот оно, глупость явная, но оно вот здесь приводится Марсом, как реальный документ, приводимый, как он пишет джентльмену, попал неприличным. Да, значит, фетишизация прибавочной стоимости происходит, это мое рассуждение. Ну да. И еще вот такой момент тоже, Маркс указывает, что если бы у рабочего были бы свои собственные средства производства, то он бы довольствовался жизнью рабочего, и для него было бы достаточно работать для воспроизводства своих жизненных благ. То есть, Маркс приводит 8 часов в день. Следовательно, ему бы средства производства потребовались бы только в течение этого времени. То есть, Маркс указывает, что рабочие берите средства производства свои будут. Средства производства, как можно, хоть 24 часа работали в сутки. Стоящее средство производства, это с одной стороны, да, капиталисты воспринимают как убытки, потому что они ничего не произносят. Но, с другой стороны, они же и не расходуются, они не переносят на вновь создаваемый продукт свою стоимость. Поэтому это здесь, на их стоимости это никак не отражается. Они стоимость свою не теряют. В отличие от тех своих собратьев, которые задействованы в производстве, те теряют свою стоимость, изнашиваются, переносят ее на новый продукт. А те, которые стоят с крестового производства, они, другое дело, что они ржавеют. Износ идет. Износ многих видов есть. Ну, ржавеют, да, там морально устревают, это понятно. Поэтому вот капиталист, он боится панические простаивания своих средств производства. Отсюда и сменность, и увеличение рабочего дня и так далее. Закончить надо. Да надо, да, уже. Холодно. Задание на следующие занятия. Ну, а на следующие у нас десятая грова. О, уже один новый начался. Относительная прибавочная стоимость. Да, там была абсолютная грова. Грова третья. Грова четвертая по шкале. Понятие надо разобрать. Ну, да. Ну, здесь скучно. Док операции. Просьба себе все-таки прочитать. Когда мы встречаемся? А через две недели. А тут нет нигде календарика со Сталиным? 14-го. 14-го. О, декабристы. 14-го декабря. Редактор субтитров 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 субтитров.